Здравствуйте, господи, 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 господи. Здравствуйте, господи. Здравствуйте, господи, 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 господи. Здравствуйте, господи, 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 господи. Здравствуйте, господи, 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 господи. Горько, господи, 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 господи. Горько, господи, 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 господи. Горько, господи, 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 господи. Горько, господи, 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 господи. Горько, господи, господи, господи. что мы что-то не сделали, где мы сегодня находимся и что мы будем делать. Это тоже очень характерно для партии 1-7. Мы не только кричим, что мы хорошо работаем, у нас есть тоже определенные проблемы, определенные трудности, с чем нам приходится сталкиваться, где-то мы недорабатываем, где-то мы товарищи поправляем и ругаем и строго спрашиваем. Но если мы так не будем работать и не будем самокритично к себе относиться, то мы, наверное, много чего достигнем. Сегодня можно было бы начать наше совещание с тех успехов, которые достигнуты в инвестиционном районе, но вы их лучше знаете, вы их прекрасно понимаете, а мы начнем лучше с тех проблемных вопросов, которые сегодня мы, к сожалению, еще не до конца довели. И я думаю, это будет правильно, наверное, на сегодняшний день. Поэтому первый вопрос. Строительство детского сада в деревне Услуга. Я бы просил представителей Ингисепского муниципального образования доложить, в какой ситуации мы находимся на сегодняшний день, год спустя, потому что в прошлый год это тоже был вопрос. И что сегодня, на ваш взгляд, с течением года необходимо сделать, чтобы этот объект появился? Могу сказать, что было принято решение на заседание фракции, когда вы приезжали. Мы обсуждали этот вопрос. Выступала Жанра Валниковна, глава муниципального образования Услужское сельское поселение. Действительно, вопрос по детскому саду, он острый на сегодняшний день для нашего района. Вопрос актуальный. И на последней встрече, когда Александр Юрьевич приезжал, этот вопрос тоже звучал. И по имеющейся у нас информации этот объект ввлечет в программу на следующий год. Я думаю, что представитель данного комитета по строительству, скажем так, уже в шифрах, может это все озвучить. Но мы то решение, которое у нас было принято, его, скажем так, со своей стороны двигаем для того, чтобы напряженность снять. Скажите, пожалуйста, сейчас в законодательное собрание на днях поступит проект бюджета на 16-й год. В адресной программе строительная будет этот объект включен уже или нет? В заявках он имеется. В проекте, чтобы он не потерял свою актуальность и мы эти деньги, которые заложены, были уже истрачены, чтобы мы их не просто-напросто вот так не подарили кому-то, да, и по новой потом когда-то начали делать, то обязательно это нужно сегодня нам учесть. Назрела необходимость строительства новой школы в пустомешеском сельском поселении. Она также была направлена в пакет документов, есть проект, прошедший экспертизу. Вопрос поднимали на прошлом заседании фракции о строительстве новой школы, потому что та школа, которая на сегодняшний день существует, она не отвечает современным нормам и требованиям. И, безусловно, поселение, самое поселение развивается, количество детей увеличивается. И сейчас уже завершены все, скажем так, технические проработки с проектированием вместе с комитетом образования. И заявка, соответствующая, направлена в правительство Ленинградской области. Настроено включение в программу на 16-17 год. На сегодняшний день мы имеем уже и земельный участок выделенный, и проект только осталось, только финансирование для осуществления этого проекта. Все технические условия получены на реализацию этого проекта. Все инженерные коммуникации соответствуют заявленным объемам. Поэтому ждем решения положительного. Я могу только подтвердить слова представителя муниципального образования. Да, действительно, строительство школы в потелке Пустомерже Кингисетского района было включено в программу устойчивого развития сельских территорий на 14-17 период 2020 года. И с финансированием 94 млн 350 тысяч рублей включено в программу на 2017 год. Об этом могу официально сказать, потому что временно исполняющим обязанности губернатора Ленинградской области Александра Юрьевича Дрозденко 14-го августа было подписано в основании на правительство в отношении изменений в данную программу в соответствии с данным нормативно-правовым документом. В средняя школа в поселке Пустомерже будет планироваться начало строительства в 2017 году. Проектно-спертная документация, как было сказано, она разработана и получено положительное заключение в гражданах области. Строительство Мордово в Синдисепи в течение последних двух лет было найдено в администрации, было найдено место. За его счет был выполнен проект, стоимостью 3 млн это строительство нового. И проект полностью отработан, он прошел экспертизу, получено положительное заключение по проектно-спертной документации и проект безразмерно передан инвесторам в администрацию для дальнейшего строительства и для включения в программу строительства нового. Администрации выделен земельный участок, он уже сформирован, поставлен на кадастровый учет земельный участок для строительства морга. Он на территории больничного городка выделен земельный участок, там предполагается строительство морга и реконструкция единственного морга под помещение для ритуальных услуг. Все это находится под... контролирует этот процесс лично Миттерев Ольдович Гешеве. В нужных моментах он ускорял подготовку самого проекта, документации, выхождение экспертизы. Проект находится сейчас у нас в администрации. Насколько мы обсуждали и на фракции, на последний этап, мы планируем отключить программу строительства. Строительство здания морга включено у нас в проект адрес инвестиционной программы на 2016-2017 годы. Объекты мы задавали вопрос, и он сказал, что скорее всего это будет 2017 год, но если будет возможность, и если хотите, чтобы он был раньше, тогда какой-то объект нам нужно исключать. Понятно, что каждый район получает определенные в разрезе бюджета финансирование по программам, но понятно, что мы бесконечно не можем себе объекты пускать, поэтому скорее всего это 2017 год. Начало строительства. Потому что все есть, документы есть, проектно-сметно есть, но мы понимаем, что ценники на сегодняшний день скачут, и мы не можем прогнозировать, что будет в 2016-2018 годы. Но моментирован еще раз убедить, что этот объект в Министерстве как можно быстрее нужно начинать строить. Давайте тогда тоже так же запишем. В фракции Законодательного собрания Ленинградской области, Законодательного Единого России и варновских депутатов постараться включить уже в 2016 год, но если получится, то этот год очень здоровый. Но в 2017 год надо будет обязательно, потому что иначе бизнесмены просто не поймут. Потому что надо на 2016 год, Александр, планировать и убеждать, что можно передвинуть. Нужно постараться вам с Владимиром Владимировичем этот вопрос. Александр, я думаю, что нужно есть советы. Нет, мы все готовы. Мы-то вас будем поддерживать ради бога. Я просто в чьему введу, здесь нужно подойти, аргументированное дело в том, что, как говорится, может быть, посмотреть какой-то объект, который на Кенесевский район идет по программе из регионального бюджета финансируется, может быть, его передвинут на 2017 год, как у нас было в Тоскотельской амбулатории и так далее, и тому подобное. То есть годами поменять объект. Начать строительство может в 2017 году, а какой-то объект в 2017 году. А там сумма какая? Уже есть такая сумма? Мы не можем похвастаться Ленинградской области, что у нас много таких объектов, именно социально-нравственных, когда мы действительно можем сказать, что мы действительно тем людям, которые столько стиловых жизней, ушли, и мы их достойно провожали. Поэтому я думаю, что этот объект все-таки имеет политический еще резонанс. И люди совершенно по-другому будут относиться к власти, если будут видеть, что мы именно относимся по-человечески, не то, что там кто-то что-то делает, а именно по-человечески, по жизни делаем то, что необходимо сегодня. Поэтому я думаю, что надо записать протоколь, а мы там уже поработаем, чтобы посмотреть. Может быть, где-то даже строчку дать, начать строительство, уже пойдет дело. Начнем строительство, строчка будет уже потом значительно легче. Строительство бассейна в городе Кинкесепе. Нам дали справочку, комитет по спорту решил не доезжать, дал справку о том, чтобы построить бассейн в городе Кинкесепе, надо согласовать с проповедными комитетами правительства Российской Федерации, с министерством по спорту. И вот одобрят ли они, что в Кинкесепе дети должны плавать. Для меня это, конечно, вот этот вот ответ я почитал и думаю, но вот когда пишем, мы думаем, что мы пишем. Бассейн – это здоровье, прежде всего. Когда мы платим миллиардные рублей за вот этих тренеров, которые приезжают, вот мы только обсуждали это совещание. Сегодня бассейн – это здоровье, прежде всего. Будут ли здесь наши сальниковы или там еще там поповы, это дай бог, чтобы они были. Нация должна быть здоровая, а здоровая нация когда? Когда она плавает. Если бы мы жили бы на юге, в Краснодарском крае, может быть бассейн бы не так был бы нужен. Но когда у нас в этом году, вот я лично один раз всего поплавал, и то бы 19 градусов было, да? Но детишки поплавали побольше, потому что им наплевать и 19 градусов, они поплавают побольше. И потому что водичка нужна. Но это может быть месяц был. 11 месяцев. Наши дети лишены сегодня воды. Мы должны об этом думать. Спасибо Александру Юрьевичу, который любит Кингисепский район. Это слава богу, что Ивангород, где наконец-то может быть появится бассейн. Со всеми приключениями, но наконец-то он может быть появится через два года. И дай бог, только буду радоваться, да? Приезжать и говорить слава богу, что там есть бассейн. Но если появится и за эти годы бассейн Кингисеппе, это вдвойне будет большой податок. Потому что мы в Выборге не имели бассейна, и вдруг бассейн появился, он сегодня с 6 утра и до 10 вечера, он не там все время взрослые. Порой смотришь, пенсионер, он или идет в воду попал, он совершенно другой человек. Выходит оттуда, он совершенно по-другому смотрит на жизнь. Вот что делает вода с человеком. Поэтому это не только для сальниковых и поповок, это именно для здоровья нашей нации. Поэтому я считаю, вот такой ответ, он в корни не верит. И сегодня нужно добиваться, чтобы в районных центрах хоть один бассейн, но был. Правительству поддержки таксобрания на сегодняшний день есть готовый проект, прошедший государственную экспертизу, есть обоснование технико-экономическое, есть письмо Александра Юрьевича, на Виталия Реотича Мутко. Вопрос с просьбой включения в федеральную программу строительства, поскольку объект действительно дорогой, почти под 800 миллионов рублей, то, конечно, бюджетом Ленинградской области его реализовать будет сложно. Получен ответ о том, что коль мы строим действительно центр подготовки сборных команд Ленинградской области в городе Кингисеппе, то необходимо согласование с Федерацией плавания России, и что такой центр на карте Российской Федерации появится. И вчера буквально Владимир Сальникову только что вспоминали. Значит, такое обращение на министра подписал, что он согласован строительство такого бассейна в городе Кингисеппе. И, соответственно, мы со своей стороны выполнили все обязательства перед министерством на включение его в программу. Поэтому сейчас будем дальше прорабатывать уже, выстраивать диалог с министерством и подавать уже полностью пакет эту министерство на включение в программу. Правительство этих двух объектов сейчас на каком этапе сформированы администрации и видны земельные участки, они поставлены на кадастровый учет, получены тех условий. Более того, скажу, что в Истина долго этот вопрос обсуждался строить врачебную амбулахуру, либо в Петчерскую акушерскую бомбу, но было принято решение и врачебную амбулахуру. Врачебная амбулахуру и нашему обоснованию, что в Истина тоже развивается в портовой зонах в плане строительства заводов. Поэтому было принято решение по строительству амбулатории. На сегодняшний момент строительство амбулатории уже началось. Создалось два варианта. Это через участие в программе и потом строительство за счет инвестиционных средств и выкуп в проектном области у застройщика. Насколько есть логичная рассуждача, что строительство уже началось, то есть все, что пошли по второму варианту, строительство инвесторов и последующим выкупом строительство инвестиционных средств. Ну как детские сады? На окончание строительства планируется в 16-й год, октябрь 16-го года. То есть к концу года мы там обладаем? Ну вот тогда, по графику примерно вот так. Мы уже в рабочем порядке начали прорабатывать в больнице. Подготовлено медикакинологическое задание на сайте этого пищевого с набором помещений и площадью помещений. Написаны письма на Михаила Ивановича Мострина, на нашу председатель отправленную на прошлой неделе более того мы уже непосредственно сотрудникам провели строительство городского области Шпанской области связывались, отправили ей с коллективной почки все эти манические задания на проектированный пищеблок. Работа, работа, она не очень. Давайте тогда, когда будет готово все смертные проектные документы нам нужно вводить в программу бюджета за попозже областного. Тогда нужно будет в 2016 году этот вопрос обязательно или при корректировке бюджета по Александру Беревичу контролю это, тогда нужно нам будет уже смотреть, что при корректировке бюджета 2016 года обязательно учитывать при готовности документации в течение этого объекта. Друзья мои, нам вместе творить на этой земле добрые дела и я надеюсь, что в следующий раз, когда я приеду, а через год мы обязательно приедем, мы еще больше будем радоваться за те успехи, которые будут в Кюльдисептском районе.